ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПЛАТА РАБОТНИКОВ Дело вот какого рода, смотря для кого! Во-первых, надо... Во-первых, для кого? Для хозяина или для рабочего? Сразу две грани – с той и с другой стороны! Но, конечно, в Библии, конечно, есть... Вспомните апостол Иаков, как пишет ПЛАТА РАБОТНИКОВ ВОПИЕД, помните, к вам, тем, которые вы не заплатили, не отдали им за труды их! Правила, они... Вот какое-то самое главное правило! Вы думаете, что я скажу о совести? Да, совесть, конечно, это бесспорно, но я хочу внести корректив! О совести мы все говорим, и это справедливо, это правильно, это хорошо, но мне хочется обратить внимание на один момент, который как-то подчас ускользает от нашего внимания, а именно христианство призывает при любой деятельности человека, и в том числе в той деятельности, которую называют работой, призывает человека смотреть на всё это не как на что-то такое вынужденное, необходимое, и, если хотите, как бы от которого бы избавиться, нет, а призывает смотреть на всё это как на порученное от самого Бога. любое дело, за которое я действительно должен взяться, в силу того, чтобы хлеб наш насущный зарабатывать, это необходимо, все мы должны трудиться, кто не работает, тот да не ест апостол Павел, или Ленин, я забыл, кто там это говорит, как бы не перепутать меня. Так вот, видите, христианство что говорит на любое дело, которое мы должны вот исполнять в силу определенных условий, когда поставлю такие условия, мы должны исполнять, хозяин ли, чтобы что-то делать, рабочий ли, чтобы выполнять, христианское отношение какое должно быть, исполнять так, как, помня, ведь сам Бог поручил тебе это делать. И представьте себе, если бы мы всегда относились к каждому нашему делу таким образом, что было бы? Да у нас был бы не экономика, а рай! Вот, оказывается, о чём говорит христианство! Все те ошибки, все те обманы, всё то зло, все те преступления, которые совершаются в мире экономики, я называю одним этим словом так, откуда проистекает, что действительно забыли мы эту великую истину, что действительно всё, что происходит с нами в области нашего труда, это есть не случайность, а это то, что действительно поручено Богом! Понимаете, это очень важно! Это действительно поручено Богом! Вот мне сейчас поручено писать доклад! Мне поручено выкопать вот эту яму, покрасить забор и так далее! Представьте себе, самим Богом мне Бог, оказывается, поручил! Вот какая идея проповедуется, или лучше сказать, открывается христианством в области нашей трудовой деятельности! Вот кто нам приказывает! Они вот не просто хозяин, Бог! Не просто рабочий, я рабочий делаю, Бог тебе! И тебе, и тебе! Вот какая идея! Представьте себе! Да чего ж было бы замечательно, если бы мы все были убеждены в этом, и тогда, соответственно, относились бы ко всей своей деятельности! Редактор субтитров А.Т. Корректор А.Кулакова Т. Рептитрова